здесь к 8 марта устилают дорогу цветами всем привет из таиланда блин руль украли руль украли здесь с левой стороны да автомобили здесь в основном свежие а вот байки как здесь называют мопеды мотороллеры от самых новых и до тех которые изобрели еще сам начале века имел ввиду начало прошлого века отправляемся по островам на скоростном боте на скоростном катере один из них легкий завтрак тост масло варенье арбузы были кофе чай его 100 бат бутылка хотя сегодня еще запрещено продавать перед погрузкой в катер всем выдали хотел сказать бронежилеты нет спасательные жилеты а вот свистков отпугивать акул не выдали да что готовы сегодня 7 марта 23 года и посмотрите на нашего капитана глаза у него как у мартовского кота не выспавшегося хорошо на море нету большого движения можно и поспать во время работы так с полузакрытыми глазами мы долетели до первой остановки в интернете заранее смотрел много роликов про эти экскурсии и мы решили сделать их на спидботе так как если сделать их на бетономешалке морской которая еле-еле чихпыхает то проведешь в экскурсии полдня по островам и полдня в дороге говорят на спидботе сильно трясет на кочках то бишь на волнах но нам повезло как видите море спокойное ровное на первой остановке у нас есть полчаса чтобы покупаться поплавать с масками или хотя о чем я такие маски снорклинг так звучит круче будем пытаться искать красивых рыбок рыбки и змейки баракулы две акулы вот все баракулы да давай кормить будем чтобы увеличить шанс на встречу с морскими животными нужно брать с собой подкормку но как оказалось подкормки у нас было маловато пока мы крошили банан они постоянно сновали возле нас было что снимать хотя разнообразие рыбы не очень-то и большое не знаю ели они банан или нет но иллюзия подкормки я снимал на телефон который был запакован в специальный водонепроницаемый чехол и картинка возможно может быть и не стопроцентно если бы на нормальную подводную камеру снимал конечно же это не изобилие разноцветной рыбы красного моря но все же есть на что посмотреть во время снорклинга жилет постоянно пытался слезть через голову и чтобы это не произошло предусмотрены были ремни которые пропускаются между ног и фиксируется так вот эта функция была не знаю очень неудобная после этого я теперь знаю как женщины чувствуют когда ходят в стрингах довольна купавшись отправляемся к следующей достопримечательности и следующей достопримечательностью оказался остров под названием обезьяна так как верх похож на голову обезьяны а этот похож на сфинкса постояли две-три минуты сделали фото видео и к следующему месту никто из нас шестерых не понимает английского но общими усилиями поняли что надо одевать жилеты спасательные брать весла выбирать себе каяк и заплыв многие стали фотографироваться на качели у качели возле воды в воде кто с веслом кто с каяком кто в каяке с веслом а кто-то взял сразу каяк и попер включив весла пропеллером я же пошел по острову немножко поснимать цель грести веслами у меня сегодня не стояла но любимая уговорила сесть вместе с ней и она будет грести и так как мы последними вышли в море нам достался соответствующий инвентарь хорошо мне повезло есть кому грести а я только снимаю так мне понравилось каякингом заниматься а этот остров выглядит как подводная лодка субмарина везде красота ну прям не можешь налюбоваться почему вот этот срач не убрать вы везете сюда туристов но почему не позаботиться о эстетической части вашего дешево то же самое мы наблюдали в греции на острове корфу едешь по дороге перед домами прям перед дорогой стоят мусорные контейнера баки переполненные вокруг куча мусора и против на протяжении 10 дней что мы там были эта картинка не менялась это же портит отношение туристов в этой стране и ее жителям здесь подвезли новую партию каякцев каякальщиков каяковцев ну как-то так как раз на той бетона бетономешалки про которую я говорил в начале видео я разговаривал с вновь прибывшими и оказалось что они ушли в море раньше нас почти на час и это была их первая остановка мини-маркет а заведует этим мини-маркетом и хозяйничать на этом острове вот это тетушка она и живет здесь постоянно на нем так сказать хозяйка медной горы как вы думаете что это на первый взгляд какие-то орехи обожженные в костре хозяйка дала попробовать и орехи оказались такими вкусными германии их тоже продают чищенные жареные но обжарка слабенькая а здесь она такая интенсивная не перегорелые не не сожженные а вот такой отличный вкус я ни разу нигде еще не пробовал цена на них конечно же была завышенная когда мы вернулись на самуи то купили такие же такого же вкуса орехи и на 40 процентов дешевле а здесь оказалось как в том анекдоте походи по базару посмотри может где дешевле найдешь и так мы отправились к 4 локации здесь нас ожидает смотровая площадка и голубая лагуна но мы сначала не могли понять куда эту голубую лагуну от нас спрятали а здесь подводная лодка уже ближе ступеньки вообще не европейского стандарта будто пожарная лестница здесь я перед собой поставил цель подняться до конца ноги у меня лучше тренированы чем руки какие виды отсюда и ради этих видов я не пожалел что приложил столько усилий сказали что здесь сто метров до верху мне показалось что здесь целый километр добрались до верхней точки и вот та самая голубая лагуна и народ теперь здесь фотографируется топами а голубая лагуна это озеро в потухшем кратере здесь нельзя ловить рыбу нельзя купаться это святое место иначе духи прогневиться и опять вулкан заработает так чуть-чуть спустились что-то еще дальше никто не хочет они кто-то был он там поднимается отсюда говорят вид лучше прикольщики сопровождающие отправляют вот в эту пещеру обратно можно было справа по лестнице цивильно пройти так вот через пещеру там мог бы нормально спуститься так толстым здесь нельзя я попробую все-таки кое-как все-таки вылез прикольная идея сразу чувствуешь себя или первобытным человеком или обезьяной там можно было бы сделать красивые фотки но поток народу не позволяет этого сделать нормально хорошо что не появится после такого грандиозного восхождения была возможность окунуться в море немного прохладиться или выпить напитки прохладительные купленные в баре или в магазинчике сначала думал ну зачем здесь продают шапочки панамки кто здесь это будет покупать а нет встает какой-нибудь турист на катере и ветром ему панамку раз и снесло а приезжает сюда голову печет чтобы этого не случилось надо купить покупает и тогда у него крыша остается на месте пока я здесь философствовал наша команда уже приступила к погрузке для отправления к следующей локации пока наша германия в одиночку борется против загрязнения окружающей среды здесь никто не считает количество co2 выпущенного в атмосферу постоянно раздают воду холодная постоянно пересчитывает после каждой остановки чтобы никого не оставить и мы приближаемся к следующей к пятой локации для меня было это не самая красочная но и самая интересная остановка перед нами по всей видимости девчата из якудзи приехали на кормежку на кормежку приехали здесь свадебная обстановка прямо как я понял не все группы питаются именно здесь есть еще пару мест где кормят морских туристов запахи еды мы за свежие столы ну прям как в пятизвездочном ресторане так приехали на жрачку мы бед я и говорю бед но он так сказал я перевел как будто на жрачку я правда не силен французском просто где-то в океане где-то на острове быстро пообедав я решил исследовать остров оттуда вышел со столовой и здесь вот уже реальная жизнь как утверждает один блогер который живет в таиланде здесь невозможно умереть с голода здесь круглый год можно собирать какой-либо урожай овощей фруктов риса и так далее и многие так и живут как в том анекдоте зачем мне что-то делать чтобы потом отдыхать если я уже отдыхаю это уже реальность реальная жизнь а не успел я далеко уйти позвали меня обратно на катер этот остров если я не ошибаюсь называют цыганским здесь живут тайские цыгане пластиковые бутылки собирают чего не понятно но их основным промыслом является рыболовство мусора много все хозяйство годится резервуар воду собирают здесь кампоры курицам кухни переполошил девчат на кухне я совсем недолго был на прогулке а народ полностью исчез как будто здесь никого и не бывало а это для тех кто понимает англицкий или тайский теперь сытые отдохнувшие и довольные отправляемся к следующей заключительной шестой локации кто-то развлекается и отдыхает а кто-то в это время зарабатывает хотя сегодняшний день отдыхом назвать тяжело но она того стоит капитан тоже времени не теряет очищает свой катер от планктона и так заключительная шестая локация а эти голубые дорожки превратят любую серьезную леди ну можно сказать в посмешище ну и джентльмена серьезного конечно тоже почему-то захотелось представить супермодель на высоких каблуках идущую по этой голубой дорожки этот остров тоже предлагает площадку обозрения даже 5 и до последней до самой верхушки горы нужно подняться по лестнице протяженностью 500 метров я от этого отказался мне охота завтра тоже отдыхать быть больным человеком и правильно сделал последующие дни мне было больно ходить подошвы просто горели а по прилету домой обнаружилось что у меня на всей подошве была сплошная мозоль на обоих подошвы я везде ходил в обуви для купания и видать это была неподходящая обувь для прогулок говорят обезьяны есть я до сих пор жалею что не поднялся на верхнюю площадку и не снял для вас неимоверно шикарные виды оттуда но с другой стороны наверно там был отпуск для меня и закончился на этом острове наша компания решила лежать загорать купаться в море ну а мне все-таки не лежалось и я ходил по острову снимал наш катер куда-то уехал потом конечно же вернулся страшная сила это мода во теперь красиво а то до этого черти что и сбоку бантик было типа мечети молельный дом для мусульман здесь можно ночевать оставаться и и потом когда все туристы разъедутся спокойно гулять но гулять на кажется мало времени останется потому что пока туристы уедут и там уже темнеть будет ну красиво здесь очень даже подниматься наверх углу острова туалет никак не могу привыкнуть к этой функции что если я когда приближаю объект и говорю тогда меня очень плохо слышно ну здесь действительно райский уголок и е выходят с фиговыми листами и красивые пальмы и очаровательное море лежи отдыхай ходи наслаждайся главное надо следить за кокосами чтобы не получить по чайнику как ньютон а ну да конечно и про инстаграм надо не забывать он себя фотками красивыми не заполнит я правда свой подзабросил последнее время больше на ютюбе тусуюсь единственное на что у меня еще хватило сил так это подняться на одну из этих смотровых площадочек а вы хотели бы поробинзонить на одном из таких островов в отдалении от цивилизации хотя здесь кое-какие следы все же присутствует я нет как бы здесь красиво не не было я все-таки люблю находиться в обществе любимых людей пластиковые бутылки сетку собирает в виде рыбы такой мелкий приятный песочек если от центра острова немного в эту сторону пройти здесь можно уединенно сидеть отдыхать лежать здесь даже еще есть куда подаяние приносить преподношение духом 280 метров губок здесь через 280 метров очень нехорошего подъема с плохими ступеньками можно посмотреть пещеру которая тоже не очень интересная какое у дерева жизнелюбие нашли пещеру аладдина надо залезть и вытащить здесь же наверно тоже пираты были и волны появились море стало волноваться видать духи против вот встретили древнего человека какие-то орудия труда что ли себе он производит кушать добывает понятно этот национальный парк по которому мы сегодня путешествовали называется ангтонг и состоит из 42 островов а мы тем временем вернулись на остров самуи и на этом я буду завершать нашу экскурсию итог нашего сегодняшнего путешествия это огромный позитив куча незабываемых впечатлений это останется я так думаю надолго у нас конечно же все устали но еще раз хочу повториться оно того стоило но на всякий случай спрошу еще своих друзей на этой радостной ноте я прощаюсь с вами до следующего видео спасибо за просмотр и осталось от вас лайк позитивный комментарий наш поворот налево до знать и отправьте ссылку на это видео своим друзьям знакомым и родственникам чоу